В кинотеатрах региона стартовал прокат мастацкага фильма «Нигульня». Картина створана на киностудии «Беларусьфильм» и присвечена 100 годзю Збройных сил Беларуси. Сдымки проходили у Минску, на линии Сталина, Кургане Славы, у военным городку, у Пячах. Консультантами полнометражного мастацкага фильма выступили представники Министерства обороны Республики Беларусь. «Нигульня» — это молодежная патриотичная драма. По сюжете молодый амбицийный программист, який распроцовывая компьютерные гульни, переживая профессийный крызис. Как написать реалистичный сценарий гульни, он выращая пойти на службу у танковые войски. Тут он сустракая надзейных и верных сябров, становится соправным мужчином и открывая новые перспективы властного життя. Центральные темы фильма — сябровство, кахание, переодоление себя, героизм и подвиг. Лидаршил башать танковые битвы и реконструкцию боев часов Великой Айшиной войны. Фильм этот будет интересен в первую очередь призывной, это призывной молодежи, также тем, кто служит в армии. Ну, я думаю, всем широкой публике тоже интересно, поскольку рассказывают о нынешнем состоянии вооруженных сил нашей страны. Этот фильм готовился к столетию вооруженных сил, однако в силу технических причин выпустить его к 23 февраля не получилось. Поэтому мы работаем ему сейчас в апреле, потому что в канун 9 мая, чтобы до нашего главного, одного из главных праздников, смогли максимально люди посмотреть, познакомиться с этой новой работой белорусских кинематографистов. У початку лета отбудется еще одна премьера от «Беларусьфильма» – картина «Правила Еймера», якая различена на молодежную и подлетковую аудиторию. До того же глядашоу, чекая широких якосных киноновинок от российских вытворцев. У гудким часе отбудется премьера фильма «Тренер» за делом популярного актера Данилы Козловского. Стушка расповедая про жорсткий свет профессийного футбола. Так само у кинетаторах региона будет демонстроваться российский фильм «Танки», присвеченный по идеям другой сусветной войны. И еще одна чеканная премьера – военная драма «Собибор» за делом вядомого российского актера Константина Хабенского в уголовной роли. На экранах будет показана тяжкая история стойкости человеческого духу, якая привела до одного поспехового повстания в нацистском лагере смерти.